Замальцево Кто такой Мальцев, кто такой Парнас Так бы они прошли и не обратили бы никакого внимания Так что мы благодарим НОД за вот такую музыкальную поддержку Пусть это все равно троллинг, но он работает на нас Прогноз делать сейчас нельзя Мы находимся не в свободной стране Выборы непрозрачные Огромный административный ресурс практически 100% находится у власти Они и подсчитывают голоса Они делают пропаганду на всех центральных каналах И телевидение, радио, пресса Даже вот билборды мы хотели сделать с нашими предвыборными лозунгами Не дали сделать билборды То есть даже наглядная агитация находится под контролем власти Не говоря уже о судах и прочих вещах Если мы, допустим, за руку ловим Единую Россию за то, что она подкупает людей Ну, например, моего отца приглашали на банкет, который делала Единая Россия Ну, это прямой подкуп перед выборами разбирателей Вот даже если мы за руку ловим на преступлениях этих воров, жуликов, бандитов То суды никакого внимания на эти наши жалобы и обращения обращать не будут Поэтому у нас не свободные выборы И в этой ситуации мы можем только бороться Получится пройти 5% барьер? Хорошо Не получится? Что ж Мы сплотимся вот на этих выборах Два-три месяца горячей такой подготовки Помогут узнать, кто есть кто Сплотимся и вокруг Барнаса, и сплотимся вокруг Мальцева Вот такие группы активности Они помогают нам почувствовать чувство локтя Есть такое вот выражение Так что не пройдут даром И выступления Мальцева по первому каналу, по другим каналам Это дебаты На дебатах он сказал, что Ну, знаменитая фраза, которая будет уже записана во всех аналах истории Если царь не знает, что творится в стране То его нужно посадить в дурдом Если царь знает, что творится в стране, но ничего не делает То его нужно посадить в тюрьму Если царь знает, что творится в стране И еще потакает вот этим безобразием То его нужно посадить на кол Царь, понятно кто, это Путин. Но это слово он не мог сказать по телевизору, иначе бы его сняли бы из дебатов. Но все мы понимаем, мы все жили в Советском Союзе и умеем считать между строк. Я думаю, даже и молодые люди понимают, о ком велась речь. Были и другие фразы Мальцева, например, что Путин это трипер в России. Такой заскорузлый, но который можно и нужно лечить. Да, жестокая фраза, жесткая. Но тем не менее, так что даже если мы не наберем 5%, наши усилия не пропадут зря, не пропадут даром. Мы агитируем людей, мы обратили на себя внимание. Не буду ругать другие партии, но мне кажется, Парнас ведет сейчас наиболее яркую агитацию в стране. Есть, конечно, проблемы. Допустим, в регионах еще недостаточно серьезно ведется агитация. Но я надеюсь, что они встрепенутся. И вот последние две недели перед 18 числом они смогут призвать как можно большее количество людей. Так что мобилизуемся. До 18 числа чуть больше двух недель. Вперед, выходите, печатайте листовки, распространяйте их. Это не возбраняется, это частная инициатива. Так что, если у вас не хватило агитматериалов, делайте их сами. В сети вообще никто не запрещает делать агитацию. Вы можете просто делать перепосты. Огромное количество групп, форумов, где можно распространять и агитацию, и свое мнение. Пишите комментарии, противодействуйте ботам, всяким кремлевским, так называемым, ольгинцам, которые пытаются за дискуссию свисты в сторону, делают всякие оскорбления и всякую ерунду пишут. Противодействуйте этому. Агитируйте за Фарнас, за Мальцева, номер 8 в избирательном бюллетене. Вперед! Спасибо вам. Я Рыщков!